С вами служба технической поддержки Валтек. Здравствуйте! Не секрет, что трубы для напорных систем отопления и водоснабжения изготавливают из разных материалов, в том числе из полиэтилена. Но сам по себе полиэтилен материал не очень прочный, поэтому для труб используют полиэтилен сшитый ПЕКС или термостабилизированный ПЕРТ. ПЕРТ дешевле ПЕКСа, но зато ПЕКС выдерживает более высокие температуры. Внешне трубы из этих материалов очень похожи, если не считать цвета. Но краситель может быть абсолютно любой. Как в таком случае определить, является ли полиэтилен сшитым? Проведем несложный эксперимент. Перейдем в лабораторию. Сзади меня находится низкотемпературная лабораторная печь, разогретая до 170 градусов Цельсия. В нее мы поместим 4 образца бухтовых труб в Алтек и попробуем их расплавить. ПЕРТ, ПЕКС-Б, ПЕКС-А, металлопластиковая труба, ПЕКС-Б, Алпекс-Б. Образцы пробудут в печи 10 минут, после чего мы посмотрим, что с ними произойдет и сделаем выводы. Размещаем образцы в печь, запускаем таймер и ждем. Извлечем образцы из печи. Как видно, сшитый полиэтилен лишь немного деформировался. Чего не скажешь о полиэтилене термостабилизированном. Для него подобная нагрузка оказалась явно чрезмерной. Страшного в этом ничего нет, так как рабочие температуры, заявленные для всех этих видов труб, гораздо ниже. Тем не менее, теперь, если у вас вдруг возникнет сомнение относительно того, действительно ли у вас в руках труба изшитого полиэтилена, вы легко сможете это проверить при помощи обычной духовки. Также хотим отметить, что Валтек не имеет в своем ассортименте труб из обычного полиэтилена, поэтому в нашем эксперименте он не участвовал. Тем не менее, мы знаем, как он ведет себя при перегреве. И, наконец, образец номер 7, полиэтилен низкого давления. Труба также полностью расплавилась. На этом все. До новых встреч!